Тяжелая атлетика Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня уже, можно сказать, по обычаю будем продолжать болеть за наших ребят, за наших девушек. Одна сегодня девушка Оксана Карпуненко будет представлять нашу команду, с чем мы связываем определенного рода надежды. Пожалуй, можно отметить из соперниц самых главных Лидия Валентина многоопытная. Ну и кто-нибудь еще. Да, и кто-нибудь еще. А давай посмотрим просто по заявкам, кто у нас может реально составить конкуренцию. Если говорить о цифрах, то Оксана Карпуненко заявила на первую попытку в рывке 105 килограммов. У Лидии Валентин 110. 100 килограммов Наталья Прищепа из Молдавии. И 101 килограмм Ева Миздали с Польши. То есть, в общем, плотность результатов, как вы видите, наличствует. И вот только что на наших экранах была Оксана Карпуненко, победительница чемпионата Европы в возрастной категории до 23 лет. И вот Лидия Валентин. Ну, про нее можно сказать, наверное, что вечно вторая и вечно третья. Потому что она все время вокруг да около на самых крупных международных соревнованиях. И на Олимпийских играх осталась она в шаге от пьедестала почета. Что я про Лондон сейчас говорю. Ну, и вообще, конечно же, умница и красавица испанская спортсменка. Очень много у нее поклонников. По-моему, даже целые сайты, посвященные этой спортсменке, есть фан-сайты, где народ всячески поддерживает ее. Да. И показали нам только что Ева Миздали с Польши. Ну, и не зря нам демонстрируют спортсменку из Испании. Есть на что посмотреть. И это касается не только ее спортивных результатов и достижений. Действительно, очень-очень симпатичная девушка. Но равно, как, наверное, и многие представительницы тяжелой атлетики. Можем мы наблюдать сейчас российский десант из болельщиков и официальных лиц, в том числе, на трибунах сидят. Будут переживать и смотреть точно так же, как мы. А также мы видели вчера выступавшего Анатолия Мущика, представителя Израиля, ранее выступавшего за Украину. Неудачно он выступил. Наверное, к большому разочарованию всех поклонников израильских тяжелой атлетики. Но надо говорить о том, что Анатолий давно уже не выходил на помост на самом высоком уровне. Ну, и, как следствие, наверное, не вправе были и болельщики, и мы с вами ожидать от него каких-то заоблачных показателей. Но сказали нам продюсеры, что, возможно, сейчас будет табличка с мировыми рекордами в данной весовой категории. Только что промелькнул Юрий Нескородов. Сегодня сидит он. Вчера был центральным рефери, сегодня, по-моему, тоже представитель российской делегации, официальное лицо. На наших экранах предыдущие победители. Если, как мы видим, триколор исключительно, практически одного цвета, за исключением 2007 года. Да, скрывать тут нечего. Издревле категория числится за нашей страной. И нужно отметить, что данный чемпионат Европы, условно говоря, наши лидеры пропускают. А именно Зубова Ольга, прошлогодняя чемпионка мира, пропускает. Беря на прицел, наверное, более серьезные чемпионаты мира грядущие. Точно так же, как и Надежда Евстюхина, наша многоопытная девушка. Итак, друзья, время начинает соревнование. Две представительницы Германии сегодня выступают в данном весе. Нина Шрот и Ивон Кранц. И вот как раз с Ивон и Кранц и начнутся состязания. Рекорды мира. Продолжаем нашу трансляцию из Тель-Авива. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Девушки весовой категории 75 килограммов. Мировой рекорд по общей сумме 296. Рывок 135, толчок 163. Европейский рекорд 135. Рывок, толчок 163. Общая сумма 296. В общем, все повторил. Ну, преимущественно здесь наши девушки в цифрах в этих находятся. Немного по-разному, немного разные днина, но точно могу сказать, что в основном российские. Да, ну посмотрим, сумеет ли Оксана Карпуненко поддержать реноме фаворитов данной весовой категории. Но очень хочется в это верить. И все-таки я продолжаю придерживаться своего мнения относительно того, что главной соперницей Оксаны будет именно Лидия Валентин. Но об этом несколько позже, потому что Ивон Кранц появляется на помосте. 87 килограммов первая сумма в рывке. Ну, прямо скажем, не густо, особенно если сравнивать с показателями других спортсменов. Давайте посмотрим статистику. Можно отметить лучший результат 97 килограммов. 2011 год, чемпионат мира Париж. В этом упражнении. Ну, неплохо. Да, достаточно уверенно. Не знаю, стоит ли здесь говорить про какой-то запас. Можно отметить его наличие, как бы, да. Не очень многочисленная категория весовая. 75 килограммов у девушек на этот раз получилось. Всего 7 спортсменок. Даже Б-группы сегодня не было. Не часто видится такая ситуация. Но бывает. Лидия Валентин. Еще раз нам ее показывают. Но я думаю, мы часто ее будем сегодня видеть. Причем не обязательно выходящие на помост. Операторы любят. Режиссеры показывают вот таких спортсменок. Тем более, еще раз повторяю. Очень она популярна. Я так думаю, что мы сейчас снова увидим Ивону Кранц. Интересно, сколько она заявила на вторую попытку. А, 90, да. Именно поэтому сейчас Ивону Кранц поднимется на помост и будет выполнять, будет пытаться поднять именно этот вес. Но не знаю, как-то настолько неуверенно в себе сейчас Ивону Кранц. Все-таки она поднимала 97, и можно было бы заявить побольше. Наверное. Чтобы увидеть кого-нибудь другого, да? Хотя бы ради этого. Ну нет. По всей видимости, именно Ивона и будет выходить на помост. И те самые заявленные 90 килограммов и второе появление на помосте спортсменки. В далеком 2007 году, прошу прощения, в 2008-м, в Линьяно Савиадоро чемпионат Европы был самым удачным, пожалуй, для этой спортсменки. И было у нее призовое место чемпионата Европы. Была она тогда третья. Торопится. Можно было бы посидеть в седе, зафиксировать. Но, тем не менее, все хорошо заканчивается для Ивона Кранц. Да, действительно, сразу начала вставать. В итоге потащила немножко вперед, но совладала с собой, совладала с весом. Такой мощный удар по локтям ощутила наверняка Ивона. Ну и что же дальше? Сейчас посмотрим. Правильно ожидать плюс три очередные от Ивоны, чтобы вышла ее коллега по цеху. 92 кг, именно 2 кг прибавляет Ивона. И, по всей видимости, точно так же мы будем видеть пока что только ее. Такой небольшой бенефис Ивоны Кранц. Ну, в общем, да. Зато все внимание ей. Представительницу Финляндии нам сейчас показывают Мэри Илмаринен. Она, кстати, заявила себе 94 кг на первую попытку. На чемпионате Европы в Казани, кстати, Ивона Кранц была пятой. На чемпионате мира в Париже совсем не получилось. Была пятнадцатая. На Олимпийских играх в Лондоне седьмое место. В Анталии шестая. То есть все, в общем, не так плохо. Ну, а вот эта девушка, конечно, которую нам сейчас показывали, Лидия Варентин. Еще раз напоминаю, что на самом высоком уровне она всегда выступала. Но вот как-то немножко ей не везло. Постоянно, вечно в призах. Спасибо. Спасибо. Точно так же штанга пошла вперёд, но здесь она уже не успела встать с ней. Да, и в итоге на 90 килограммах останавливается Ивона Кранц. Ну, наверное, Ивона Кранц не стоит слишком сильно расстраиваться, потому что, судя по всему, второе упражнение, толчок является для неё любимым, и за счёт него, я думаю, что Ивона Кранц постарается подняться повыше. Ну, а теперь посмотрим, как выступит Мэри Илмаринин. 94 килограмма, ничего не изменилось. Заглядывая в статистику, вынужден отметить, что таких килограммов ещё не показывала Финка. Ну, пока и не покажет. До следующей попытки откладывается личный рекорд. Довольно высоко работает вверх, но фиксации никакой, плечики не включаются. Оно немного впереди как-то остаётся, и даже я не увидел попытки удержать что-нибудь. Вверх и сразу вниз. Мэри является серебряной призёркой первенства Европы по юниорам прошлого года. Точно. Именно в этой категории. Переходов каких-то не было ещё. Да, и тогда врывки она показала 91 килограмм. Можно отметить, что прибавила в весе немного. Килограмма три. Итак, вторая попытка для финской спортсменки Мэри Илмариниен. На 94-й первая оказалась неудачной. Есть фиксация. Но гораздо увереннее. Думаю, это в первую очередь волнение сказывается. Прямо на грани. Еще чуть-чуть и вперед. И Нина Шротт из Германии готовится к выполнению своей первой попытки. Собственно говоря, мы видели до этого финку, а сейчас вот эта девушка из Германии. Именно она является победителем того... Ежерского чемпионата Европы. Да, да, да. Высокая девушка. С длинными руками. Я думаю, в дальнейшем, может быть, и свыше будут попытки уходить высоко. Так или иначе, 95 килограммов ей покоряются. Из лучших результатов 97, пожалуй, можно отметить национальное первенство в прошлом году. Еще раз напомню, у Лидии Валентин заявлено 110, у Оксаны Карпуненко 105. У Наталии Прищепа, которую нам показывали несколько раз, 100. Так же еще не выходила Ева Мизлах, 101. Заказала она для первого появления. Так, в лучших цифра 97. Мэри Илмаринен будет поднимать 98. Соответственно, Нина Шротт 97. Шротт перезаявила в большую сторону. Изначально 95 у него стояла. Да, Нина Шротт будет поднимать 98 килограммов. О, прошу прощения, Шротт уже подняла 95. Что же ты? Скромные 3 килограмма к первой попытке. Напомню, что минимальный шаг между первой и второй попытки равен 2 килограммам. То есть минимум 2. В общем-то, девушки иногда пользуются этим правилом. Хорошо работает подрыв, очень резкий штангер. Вылетает куда надо, фиксируется без каких-либо проблем. Да, и теперь Мэри Илмаринен из Финляндии. Посмотрим, как она справится с этим весом. Еще даже подмигнула болельщикам там или кому-то в зале, не знаю. Нина Шротт, наверное, будет пытаться еще прибавить. Но вот интересно, насколько. Но Финка и Немка, вот последние пару минут, которых мы наблюдаем, я думаю, у них свои разборки сегодня за чемпионат Европы. Не исключено совершенно, но пока преимущество как раз-таки на стороне у Нины Шротт. Но вот эта девушка замотивирована несколько больше. Нина Шротт будет поднимать 99. Нет, или 100 килограммов. Все-таки. Да, 100 килограммов Нина Шротт заявляет. Ну что ж, отлично. Больше она не поднимала пока. Нина Шротт, Германия. Мэри Илмарина является лидером пока что в наших соревнованиях, поскольку она, наряду со своей главной, пожалуй, соперницей, чуть-чуть легче. Результат у них пока что одинаковый. И, в общем-то, если не получится порвать 100 килограммов, то она будет проигрывать. Но вторая попытка была очень хорошая. Да, и действительно, создалось такое ощущение, что она может еще прибавить, и не зря 100 килограммов на штанге сейчас. Да, здесь можно было заказывать... Опа! Это так для фотографов вкус смакует. Это точно. Очень хорошая первая фаза, особенно в подрыве, просто штанга высоко взлетает. Однако, посмотрим, что эта девушка покажет во втором упражнении. Так, если уверенность почувствовала в себе, может быть и... Ну, по крайней мере, личные рекорды побьет точно. И движемся дальше. Выходит представительница Польши, Ева Миздаль. 101 килограмм она заявила, не стала ничего менять. Очень опытная полячка. Посмотрим, насколько хороши ее кондиции сегодня. Неплохо, неплохо, неплохо. Но лучший результат, Ева Миздаль, насколько я могу увидеть. 106, да? Нет, 110. 110 килограммов поднимала эта спортсменка. И смотрим мы промежуточную таблицу. Ева Миздаль пока что на первом месте, на втором Нина Шротт, на третьем Мэри Илдмаринин, на четвертом Ивоне Кранц. Вот Наталья Прищепа. На мой вкус, Наталья Прищепа может посоперничать с Лидией Валентин, но если не в подъеме веса, то в красоте уж точно. Многовато заказывает Прищепа для первой попыточки. Но не без труда, справляется она. Показывает 102 килограмма, и, пожалуй, это один из самых лучших результатов в ее послужном списке. Так, находимся в ожидании следующей спортсменки. Давайте посмотрим, кто же это будет. Ева Миздаль? Да, 104 килограмма. И затем, если Оксана Карпуненко у нас не перезаявит, то на 105 именно нашу спортсменку мы увидим. Опять же, если Ева Миздаль не ошибется. Ну, лично для меня под небольшим вопросом удача во второй попытке Евы. Были сомнения у меня на 101. Сомнения подтвердились. Да, не доработала чуть-чуть ногами, не вытащила на нужную высоту снаряд. И, как мы понимаем, выход нашей Оксаны откладывается как минимум на один подход. Если, конечно же, Ева не перезаявит в большую сторону один килограмм. Наталья прищипа, Молдова. Да, на повторе был виден еще и прыжочек назад, что, в общем-то, не сильно хорошо. Штанга осталась впереди, тем самым наша девушка. Нам показывают те самые две спортсменки, которые еще ни разу не появлялись сегодня у нас. Ну и которых, наверное, можно считать фаворитами. Вот так вот нам режиссер трансляции решил показать, анонсируя небольшую дуэль. Ну, я отмечу, что... Кстати, у Оксаны Карпуненко заявка на 111 килограммов теперь. Перезаявила. Перезаявила, да. Вот это интересно. Здесь, в этом вопросе с перезаявками, главное не увлечься, знаешь. Конечно. Перезаявляешь, перезаявляешь, и в итоге совсем не тот результат, который хотелось бы. Да, нужно объективно оценивать свои возможности. В общем-то, этой перезаявкой... Прокрутила штангу. Да, видишь, один раз впереди, другой раз сзади. Может быть, если бы была еще одна попытка, то было бы уже все хорошо. Но их нет. А, этой самой перезаявкой Оксана Карпуненко обозначила свой интерес на сегодня, я считаю. Если где-то мы могли считать Лидию Валентин явным фаворитом, то тут уже будем смотреть. Да, но я думаю, до сих пор ее можно считать явным фаворитом. Здесь и опыт, и титулы. Наталья Прищепа. Топ-5 килограммов. Сложно сказать, в чем ошибка. Может быть, не хватило какой-то динамики, какой-то скорости на разгоне, именно на первых фазах. Порезчий уход нужен был. Подвес. Куража, может быть, не хватило. Ну, весь кураж, видимо, в крик ушел перед началом упражнения. Перестаралась немножко. Ну, и таким образом, Наталья Прищепа вновь появится перед нами. 105 килограммов по-прежнему на штанге. Не стала она ничего увеличивать. Ну, наверное, оно и правильно. В общем-то, она сейчас является пока что лидером на данный момент. Те самые 102 килограмма дают ей, как минимум, сегодня уже подиум. В малом движении. Прошу прощения, в малых наградах в рывке. Ну, здесь одна из самых главных задач. Сделать какой-то, обеспечить себе отрыв, чтобы... Ну, кто у нас? Ева Мездаль, та же, которая, к слову сказать, толкает. Это очень неплохо, заявила очень неплохие 127. Пытается вот как-то оторваться. Точно так же, под копирку. Несколько безвольно и без крика. Да, крик был в начале, когда выходила, но и он ей не помог. Действительно, может быть, скорости не хватило в рывке, динамики какой-то. Ну, таким образом, первое упражнение для Натальи Прищепа завершено. 102 килограмма у нее так и остается. Тем не менее, она по-прежнему на первом месте. Ну что ж... Лидия перезаявила. 115. Ого. Так. Ну, девчонки. Не безинтересное развитие событий. Очень интересно будет посмотреть. Признаюсь, я не видел, как поднимает Оксана. Кстати, Лидия Валентин легче на 14 граммов. Что тоже немаловажно здесь. Держать, держать. Молодец. Встала очень уверенно. Неплохо, неплохо. 111 с очень хорошим запасом. Сложно сказать тут, насколько этот запас, но вылетела она просто как... С пустым грифом, я не знаю. Я думаю, сейчас мы вправе ожидать ту заявку, которая нам позволит увидеть Лидию Валентий. И может быть, все-таки это будет сразу плюс один килограмм. Чтобы обыгрывать Лидию. Лидия Валентин, пожалуйста. Лидия Валентин, пожалуйста. Лидия Валентин. Каталин. Молодец. посмотрим чем ответит испанка многоопытная просто вот смотришь на статистику и очень часто выступают девушка да причем на самом высоком уровне не безуспешно но еще раз подчеркнем что больших побед именно она насколько я понимаю не добивалась все время в призах из последних высоких показателей в этом упражнении прошлогодний чемпионат мира отмечаю 122 было там было на 3 в рывке но к сожалению по сумме все таки 4 оказалось неплохо очень неплохо да и чем ответит оксана карпуненко 116 я предполагаю да так и есть в общем-то две оставшиеся попытки у оксаны я думаю будут выглядеть ну по крайней мере должны выглядеть именно так чтобы не показала лидия плюс один показывает на правый локоть карпуненко отличный вот это здорово да девушки сегодня будут не на шутку соревноваться мне очень приятно видеть что оксана карпуненко обладают бойцовскими качествами не собирается ни в коем случае бояться лидия валюта правильно ну и еще надо отметить что характеру я так понимаю добавляется и прекрасная функциональная готовность потому что видно видно по чисто визуально что оксана может еще прибавить и я вам скажу что визуально гораздо легче дается этот вес чем лидии пусть даже на один килограмм тяжелее текущий расклад сил посмотрим сколько заявит валентин 120 так 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 и я вот сразу вижу что оксана 121 уже зафиксировала единственное что в этой ситуации у оксаны может в общем-то оно так и есть на одну попыточку меньше то есть отвечать постоянно не хватит попыток и последнее слово будет залить и очень близко лидия к лучшим результатом всего лишь два килограмма разделяет ее очень впечатлительно я бы вам так сказал возможно попытку установления личного какого-то рекорда мы можем увидеть сегодня в исполнении людей хотя уже по высоте видно что в предел виде спритык идет до работа и так 121 121 нигде и никогда оксана карпаненко на международных помостах не показывала такой результат давайте пожелаем удачи очень важный подход ошибаться нельзя ни в коем случае держать 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 спокойненько встаем все очень хладнокровно 121 и пока что она лидер ну что ж пока оксана карпаненко очень серьезное давление оказывает на испанку но конечно же очень и очень приятно но еще раз говорим о том что лидия валентин крайне опытно что ей не впервой бороться с таким давлением но наверное на этом турнире она не могла ожидать такого сопротивления здесь не интересно сколько будет 121 и 1 1 до или 122 пока написано 121 до 121 ну она легче поэтому она в любом случае будет лидером но по второй попытке понятно было что здесь какого-то космического супер шага в килограммах ожидать не стоит и здесь вот так вот формальность малой крови до о каком-то отрыве или еще чем-либо ну кстати этот жест уже футболист мадридского реала гаретт бэйл использует туда но он его не запатентовал дал хотел хотел поэтому а лидия валентин все в порядке а вот интересно лидия валентина из какого города испанского из мадрида ли часа может уточнить вопрос за кого она болеет интересно таким образом лишь собственный вес разделила двух спортсменок среди них наша оксана карпуненко второе место пока что вслед за лидии валентин и на третьем наталья прищепа 102 почувствуете насколько у нас сегодня две девушки выделились общей группы у нас перерыв смотрим что дальше итак мы сейчас будем наблюдать лучшую попытку лидии валентин еще раз насладимся выступлением этой прекрасной девушки и после этого уже будет собственно пауза обещанным иваном захаревичем вся борьба еще впереди немножечко отдохнем отдохнут девушки и затем мы вернемся в тель-авив и продолжим уважаемые друзья мы вновь в тель-авиве мы продолжаем следить за чемпионатом европы по тяжелой атлетике мы продолжаем следить за соревнованиями девушек весовой категории до 70 5 килограммов многообещающе начала раздеваться испанская спортсменка но нет все лишь ограничилось только лишь формой к сожалению итак сейчас продолжается весовая категория до 75 килограммов девушки завтра в прямом эфире на телеканале евроспорт мужчины 94 килограмма в субботу большой день мужчины 105 килограммов мужчины свыше 105 килограммов и девушки свыше 75 килограммов в полном объеме телеканал евроспорт показывает вам чемпионат европы по тяжелой атлетике не пропустите показывают нам сейчас под трибунные помещения так скажем кулуары где девушки готовятся ко второму упражнению завершается перерыв в тель-авиве перерыв между двумя упражнениями рыбком и толчком девушки весовая категория 75 килограммов в рамках чемпионата европы по тяжелой атлетике готовятся к выполнению второго упражнения мы готовимся к выступлению нашей спортсменки оксаны карпуненко очень надеемся на то что она сдюжит и не только составит достойную конкуренцию лидии валентий но возможно даже ее и обойдет но пока что мы видим выступление присоединится молдавии наталья прищепы которая свои лучшие попытки в рывке показала 102 килограмма ну а потом две попытки оставшиеся на 105 были неудачными тем не менее этого результата вполне хватило для того чтобы занять третье место по итогам первого упражнения вот собственно это самая удачная попытка наталья прищепы спортсменки из молдавии вот оксана карпуненко которая в третьей попытке для того чтобы обойти видео валентин заказала себе 121 килограмм и на тот момент у лидии валентин оставалась еще одна попытка вот такие бойцовские качества продемонстрировал нам оксана несколько неожиданно лично для меня неожиданно много в первую очередь конечно же если учесть что первый раз видишь что как она поднимает а вообще все неожиданно наверное тем более такие результаты и и та самая третья попытка лидии валентин точно те же 121 килограмм которые дают ей победу над нашей девушкой по легкости собственного веса да на 14 граммов легче напомню лидия валентин видим что на флажке поднимает лидия валентин но тем не менее ее это абсолютно не смущает и вот пожалуйста победный жест сердечко гаррот бейл кусает локти и ван ты же владеешь испанским что она сказала не расслышал я понял хорошо в практике мало и слух уже не тот и так шутки в сторону ибо лидия валентин пока лидер соревнований оксана карпуненко уступает исключительно по собственному весу наталья прищепа замыкает первую тройку ну а все остальное нам если честно не очень интересно просто будем вам рассказывать что и как еще одна пауза друзья насладитесь рекламой она наверное пройдет быстро ну и потом мы вернемся и будем вместе с вами сопереживать оксане карпуненко тем более что пока стучим три раза по дереву для нее складывается все более чем хорошо хочется верить что она сумеет сегодня сдюжить и так друзья мы возвращаемся в тель-авив продолжаем следить за чемпионатом европы по тяжелой атлетике девушки весовой категории 75 килограммов вторая нет не вторая второе упражнение толчок и перед нами представительница финляндии мэри ил маринен тяжеловато для первой попытки и плюс ко всему еще центральный судья да очень страшная ошибка давай посмотрим что же было за страшная ошибка такая на грудь взяла достаточно уверенно но левый локоть да ну по всей видимости да небольшая такая дожатие небольшой сыграл локоть немного совсем но я считаю придрался и вон экран 113 килограммов заявила не наш рот 112 что странно потому что беря во внимание то как она здорово выполняла рывок я если честно надеялся что она попробует замахнуться на какие-то высокие для себя результаты да конечно очень фактурная спортсменка высокий рост у нас в груди очень четко а я думаю что это та девушка которая какой бы вес на грудь не взяла уже с груди толкает не ошибаюсь на 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 четко без каких вопросов лидия валентин разминается готовится но пока что его не кранс разминаться уже но не то что поздно самое время показывать результаты и разминки и на штанге сейчас сто тринадцать килограммов 90 килограммов показала на в рывке последнее место заняла но но в этом упражнении еще посоревнуется с девушками да потому что толчок это ее любимое упражнение там она показывает относительно неплохие результаты и сейчас сто тринадцать килограммов покоряются его не кранс и общая сумма у нее становится двести три она выходит на промежуточное третье место главное слово здесь промежуточное ты знаешь в 2007 году в страсбурге на чемпионате европы аж сто тридцать один показала его на ну давненько это было ну давненько это было так мэри илмаринен сто шестнадцать килограммов ну ну нелегко взяла на грудь сейчас ну чуть получше чем предыдущая побыка совсем не получилось да а мэри показывают ту планку килограммовую нигде до этого собственно не подбиралась она близко к этим килограммам и уже на пределе работает я думаю этим очень скоро может воспользоваться ее как мы уже чуть ранее рассказывали именно эта девушка да нина шрот продолжающиеся противостояние молодежного чемпионата европы которое переросло в чемпионат европы взрослый ну вот разве что такая микро дуэль у нас здесь образовалась очередная потому что есть макро дуэль это Оксана Карпуненко и Лидия Валентин но опять же это все будет главное событие вечера что называется поднимается да да и здесь уже очень легко со взятием на грудь были определенные сложности ну а с последующим выталкиванием все очень четко 216 кг в итоге и пока что первое место и пока что преимущество в противостоянии с финской оппонентке я думаю около 120 будет третья попытка ставки сделаны букмекерская контора имени Ивана продолжает свою работу продолжает свою работу и в Марионе ну как тяжело то еще штангу бы не передержать то на груди нет не хватает силенок откровенно говоря именно с силой ног это не в -1 в и в и но не Таким образом, турнир для Мэри Илмаринен завершен. Но он продолжается для Иваны Кранц, которая готовится поднимать 117 килограммов. Это, кстати, больше, чем у Нины Шротт. Может быть, она и сейчас постарается обойти свою подругу по команде. Ну, оно и видно, да. Да, опыт. И когда-то в прошлом гораздо большие килограммы дают ей определенную легкость. Самая взрослая девушка, ей 30 лет. Ну, вот сейчас взял вот так и сдал просто. Рассказал про возраст прям. Ну, про вес можно не рассказывать. И так понятна весовая категория. Думал, про возраст-то умолчал бы. Тактично. Начинает свою разминку Лидия. Сатурдер. Иван Кранц, please prepare. Прям не оторвать операторов и режиссёров. Ну, их можно понять. Можно понять. Да, не важно, что происходит на помосте. Главное, как разминается Лидия Валентин. А вот Нино Шрот сейчас 118 будет поднимать. Нету обещанных мной в 120. Блокмейкерская контора Ивана Захаревича прекращает свою работу. Встала, встала. Ну, дальше, наверное, легче будет. Не без проблем. Так, 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 так. Сыграла левая рука немного. А, это всё-таки поза журавля на удачу, я так понимаю. Победная поза журавля сейчас. Блода. Сорядин себе всё-таки. А сейчас мы на повторе всё увидим. Мне тоже так показалось. Смотрим все на левую ручку. Да, да, да. Смотрим все на левую ручку. Ивана Шрот в очередной раз обходит Ивону Кранц, которой предстоит толкнуть 120 килограммов. Но не сейчас, потому что Наталья Прищепа должна появиться на помосте. И она будет поднимать те же самые килограммы, а именно 120. Насколько я понимаю, Наталья Прищепа ещё ни разу не поднимала 120. Небольшой акцент на одну ногу, как-то идёт переказ небольшой. 120, да, в статистике нигде нету таких килограммов. И она сразу обходит Нину Шрот по сумме двоеборья. То есть был лидер на наших экранах. Я думаю, надо сказать о килограммах, которые заявили лидеры. Лидия Валентин 135 килограммов, Оксана Карпуненко пока 130. Ну и Ева Миздаль 127. Польская спортсменка ещё также не появлялась. Кстати, Нина Шрот так пристально наблюдает за тем, что сейчас будет делать Ивана Кранц. Интересно, она болеет против или за? Я думаю, за. Да, гораздо увереннее, гораздо лучше выглядит спортсменка из Германии. Именно вот это, чем в рывке. Ну согласись, в рывке она просто выходила одна-одна-одна. Да-да-да. Первая закончилась. Здесь уже где-то в серединке. Но мы говорили с тобой ещё во время исполнения первого упражнения о том, что Ивана Кранц гораздо увереннее и лучше чувствует себя в упражнении толчок. Поэтому она лишь подтвердила наши слова. Просто у нас была статистика этой спортсменки. Из этого мы сделали такие выводы. И статистика нас не подвела. Ивана Кранц вырывается пока на первое место. И сейчас будет выступать Ева Миздаль, потому что Наталья Прищепа поднимает вес на 7 килограммов. Соответственно, заставляя Еву Миздаль выходить. Ну в данный момент очень серьёзная борьба идёт, наверное, за бронзовую медаль. Если условно говоря считать два явных лидера, которые не ошибутся сегодня и поднимут свои стартовые веса. Ева Миздаль поднимала и 130 килограммов. Это её лучший результат пока. В толчке я не буду, конечно. Успокоила штангу. До этого раскачивала. И справляется с весом. И таким образом она входит к прищепу. Да, так и есть. 228 её сумма. У прищепы до этого была 222. Если говорить о борьбе за бронзу, то Ева Миздаль весит 74 килограмма ровно. Тогда как Наталья Прищепа 74 и 18 граммов. И вот Наталья Прищепа 127. И даже если она сейчас поднимет, то всё равно будет уступать. Нет, она по сумме обойдёт. А, по сумме обойдёт, да, всё правильно. Ну вообще, честно говоря, 7 килограммов шаг обратил внимание. Просто какие-то чудеса творит сегодня прищепа. Не показывая просто больше 115 и уже 127. Обходит Ева Миздаль, спортсменка из Молдавии. Итак, Наталья Прищепа, как уже было сказано, вырывается на промежуточное первое место, обходя Еву Миздаль на 1 килограмм. Нина Широт пока третий, его на кран с четвёртой. И не появлялись ещё две девушки. Наша Оксана и Лидия Валентин. Ева Миздаль, 129 килограммов. Смотри, они как прям вгрызаются за бронзу. Ну, а почему бы и нет? Близка к личному рекорду Ева Миздаль. Но надо ещё с этим весом справиться. Нужно успокоить гриф. Молодец. С груди вообще чёртый. Да. Таким образом заставляет Ева Миздаль, Наталья Прищепа, выйти ещё раз на большие килограммы. Да, интересно, сколько она будет прибавлять. 130 килограммов пока заявка у Натальи Прищепы. У Ева Миздаль сразу появляется 131. Ну, всё правильно. 131 – это как раз тот самый килограмм разницы, который нужно ликвидировать. Ева Миздаль. Ева Миздаль. Свалилась на носочки. Да, расстроена Наталья, конечно же. Не попала она в темп, вот внизу в отдачу. Потащила штанга вперёд её. Там уже бесполезно было что-либо делать. Ну, получается, что Ева Миздаль уже как минимум бронзовая медалистка. Да, с чем мы её и поздравляем. Да, но она заявила 132 килограмма. Идёт на личный рекорд. Потому что до этого было только 130. И было это на чемпионате Европы в Анталии в 2012 году. Вот сейчас постарается улучшить своё достижение. Молодец, хорошо попала в отдачу. Вау! Ну, очень была близка к этому. Не смогла поставить победную точку Ева Миздаль. Не смогла улучшить своё личное достижение. Но я думаю, что общей картиной это не испортит. Также настроение ей это тоже не испортит. Бронза, чемпионат Европы, поди плохо. Ну и таким образом у нас получается, что дуэль, которую мы все ждали после рывка уж точно, сейчас вот-вот начнётся. И первой должна появиться Оксана Карпуненко. Город Горячий Ключ. Мастер спорта международного класса. 22-летняя. Показывает она, смотри, да. Обращает внимание судей на локоть, да. Но она и в рывке показывала уже, по-моему. Решила напомнить. Неожиданно. 136 килограммов первой попытки мимо. Я вообще не пойму, что произошло. У Лидии и Валентия, напомню, заявка 137. Да, мало того, что Оксана должна была выходить первой. То есть уже оставляя последнее слово за Лидией, как ещё, плюс ко всему, потеряла первую попытку свою. Тяжелейшая ситуация для Оксаны. Я думаю, ответ в психологии в большей степени, наверное, лежит у нас. Скорее всего. Так, давайте пожелаем удачи и... Встаём. Вот, гораздо увереннее. Держать, держать. Фух, отлегло. Теперь посмотрим, чем ответит Лидия Валентин. Многоопытная спортсменка, многократный призёр. В соревновании самого высокого уровня, чемпионата мира и Европы. Ну, Оксане нужно здесь удивить. Будет очень сильно Лидию. Я думаю, как-то максимально много прибавит. Но при этом нужно всё-таки взвесить свои возможности. Оценить их адекватно. Очень уверенно себя чувствует на помосте Лидия. Ну, а, собственно, при наличии такого опыта, было бы странно, если было по-другому. Чётко. Да, с груди гораздо легче. Да, опыт делает своё дело. 143 килограмма заказала Оксана Карпуненко для третьей своей попытки сегодня. И, в общем-то, правильно сделала. А что ей терять? Терять вообще уже как бы нечего. Второе место гарантирует. Нужно пробовать. Конечно. Очень спокойно Лидия Валентин. Никаких лишних эмоций. 145 килограммов. Таков лучший результат Лидии Валентин. Был он показан в Лондоне в 2012 году на Олимпиаде. В общем-то, очень серьёзные килограммы. Что тут сказать? И видно, видно, что Лидия готова сегодня очень хорошо. Пожелаем удачи Оксане Карпуненко. Солт на смачь Кракотов выводит Оксану. За ним отец Оксаны, который является тренером. Александр Видов тоже подошёл. В общем, давайте пожелаем удачи Оксане. Мы очень хотим борьбы. Конечно. Но мы её получили в какой-то степени, но хотелось бы продолжения. Хорошо. Давай-давай-давай-давай. Держи! Держи! Есть! Хорош! Отлично! Есть та самая борьба. Ничего ещё не закончилось. Знаешь, что мы любим тяжелую атлетику. А тут чем чёрт не шутит? Может быть, и дрогнет испанка. А почему нет? Но если это случится, это будет такая волевая победа. Но не будем загадывать. Опять же, не будем говорить никому под руку. Но Оксана Карпуненко сейчас сделала всё. Она загнала себя в крайне непростую ситуацию. И она с честью из неё вышла. 144 килограмма у Лидии Валентин. Остальные. Валентин. Остальное. が… Это девушка не оставляет шансов. Хотя была раскачка, но это может быть три дырки. Она не остановила движение грифа. Но судьи так не считают. Да, в Испании умеют не только играть в футбол и выигрывать чемпионаты Европы. И в баскетбол, кстати, тоже. И выигрывать чемпионаты Европы же. Но не как в прошлый раз, правда. Видим, что и с тяжелой атлетикой, и во всяком случае в женской весовой категории 75 кг. Здесь полный порядок. И вот Лидия Валентий надерживает победу. Первую ли большую для себя такую победу? Так и есть, да. Первое чемпионство за всю очень большущую карьеру Лидии. И посмотрите, как расстроена Оксана. Ну, она сделала все. Да. В непростую ситуацию сама же себя и поставила. Допустив ошибку на 136. Конечно, в первом подходе могло быть все иначе. Но получилось так, как получилось. Молодец. Большая молодец. Расстроена все-таки. И, я так понимаю, Лидия еще у нас в разочек появится? Да, да, да. Интересно. 145 килограммов. Что они ей дают? 145 было в Лондоне на Олимпиаде. Самое большое. Повторение лучшего результата? Ну, чтобы было тогда замахнуться на лучший результат, зачем повторять-то? Раз такая пьянка пошла. Все, золото в кармане. Можно пробовать. А, нет. 147. Ага. Все, это киш. Пытается собрать, возможно, Лидия лучшую сумму свою. Ну, уж лучший толчок, это точно. Ну, и в случае успеха, это будет очень красивая победа. Победа, в которой не было ошибок и неудачных подходов. Тяжело и не то слово, но тем не менее. О, подержать. Молодец. Да, сегодня никаких вопросов не остается к этой симпатичной девушке. Чемпионка Европы 2014 года. Весовая категория до 75 килограммов. Да. Великолепная победная точка поставлена сейчас без вопросов. Ну что ж, может быть, вот этой победой она скинет с себя проклятие вечного призера и на чемпионате мира попробует подняться на самую высокую ступень педестала почета. Хотя, конечно, сделать это будет крайне тяжело в китайско-российской компании. Ну, у нас есть еще много девушек в этой категории. Зубова, Евсюхина, Заболотная Наташа. Хотя последнюю давненько не было видно, но... В общем-то, у нас есть козыри. Да, резерв есть, да. Лидия Валентин таким образом становится чемпионкой. Оксана Карпуненко, вторая, Ева Миздаль из Польши, третья, которая оставляет без медали Наталью Прищепу. Сейчас мы еще раз насладимся победной попыткой, суперчемпионской попыткой Лидии Валентин. Да, и, кстати, Лидия Валентин таким образом прерывает российскую гегемонию в этом весе на чемпионатах Европы. Из-за 11 последних турниров 10 остались за нашими спортсменками. Вот теперь Лидия Валентин вписывает себя своими золотыми буквами в историю данного веса. Ну, наши тренеры, в принципе, не скрывали того, что здесь идет проверка резерва на этих соревнованиях. И основные действующие лица все-таки отдыхают. И еще раз повторение, как мы знаем, мать учения. Если вдруг кто-то не видел, забыл, как это было, пожалуйста, посмотрите еще раз. На этот раз рывок. Победный рывок Лидии Валентин. 121. Да, в блестящей форме просто подошла к этому турниру Лидия Валентин. И чуть далее лучшая попытка в толчке. Те самые 147, которые никогда не покорялись Лидии. И, в общем-то, этой попытки она закрыла какие-то возможные вопросы, которые еще у кого-то, может быть, оставались. Отличное выступление. На шесть подходов. Гуляй, Испания. Ну, да, безусловно. Я думаю, что сегодня будет праздник. Лидия Валентин заслужила, столь долгое время оставаясь вне призов. И вот, наконец-то, первый успех на крупном старте. Ну, может быть, не в самой сильной компании, но тем не менее. Давно не было у испанцев медалей, уж тем более золотых. Где-то в начале 2000-х, я могу, может быть, вспомнить, в наилегчайшей весовой категории выступала испанка, которая занимала подиумы. Но потом был большущий перерыв.